Надежда на чудо жила 4 дня. За это время 8-летняя девочка Василиса Голицына стала родным ребенком для всего города. Ее судьба интересовала людей не только в набережных Челнах и Татарстане, но и по всей стране. Искали сотрудники полиции, спасатели, чиновники и сотни тысячи простых граждан, добровольцы. Как горе одной семьи стало бедой множество людей. В следующем материале. Дочь тихая, спокойная. Василиса была пятым ребенком в благополучной челнинской семье. Ходила в школу, посещала хореографический кружок. Именно с него она должна была вернуться домой около 4 часов вечера 2 февраля. Но так и не вернулась. Почти сразу информация появилась в СМИ. На поиски отправились добровольцы. Люди подъезжают и идут ищут, а кто, как, чего, значит, каждый. Вот звонки сами. На помощь пришли поисковики из Казани и Перми. Был поднят весь личный состав управления МВД. Работали два отряда спасателей. Но результата не было. А отец пропавшей девочки все это время дежурил в комсомольском отделении полиции и ждал новостей. Искали. Ничего пока не нашли. Но это и к лучшим, потому что раз, значит, я думаю, она где-то живая. Вот. Просто надо искать. И сейчас ищут. Лишь в воскресенье ночью появились первые результаты. Поиски девочки усилились. Главный штаб поисковиков перебрался в пятую школу, в которой и училась пропавшая Василиса. Выпавший следующую ночью снег серьезно осложнил работу поисковиков. Возможные следы замело. Но людей это не остановило. Менеджеры, учителя, рабочие, я не знаю, бизнесмены. Все как один, да? На чай месяц. Кто-то по часу спит, кто-то по два часа спит. Уже в среду количество добровольцев превысило две тысячи. Для них поставили биотуалеты. Обычные люди привозили из дома еду и чай. Появился киоск быстрого питания. Его услугами и волонтеры, и сотрудники полиции пользовались бесплатно. За ночь продали около полутора тысяч сосисок. Ну как продали? Не продали мы, а отдали волонтерам. Отдали и кормили специально. Ищем, очень сами переживаем. Появились автобусы, в которых можно было отогреться. Пополнился запас карт ориентирования, которых так не хватало. Территория поиска расширялась. Объявления о пропаже Василисы распространили практически по всей республике. Что? Еще дайте? Сейчас. Пожалуйста. А что, на указание было? Четыре дня тысячи людей надеялись на благополучный результат этих поисков. И до последнего не хотели верить в смерть Василисы Голицыны. Сегодня в этом уже нет сомнений. И надежда только на справедливое наказание.